После матча Академика Наплева и футбольного клуба Ростов тренер команды гостей Александр Александрович Аброскин. Александр Александрович, как можно прокомментировать сегодняшний матч? Прокомментировать его можно с точки зрения, как складывалась игра. Очень положительно. И сегодня у футболистов получалось практически все. И реализация то, чего нам не хватало в предыдущих играх. Скажите, брали ли в расчет предыдущую статистику матчей, когда Ростов дома в предыдущих сезонах выиграл у Академии со счетом 7-1, в гостях выиграл 3-1. Поэтому, может, это удобный соперник? Ну, я не знаю. Это же уже совершенно другая команда. Это были ребята, которые старше нас. У нас другой соперник. Ну, мы на это не обращали внимания. Готовились конкретно к этой игре. И сегодня она получилась. Хорошо, спасибо большое. После матча Академии Коноплева и футбольного клуба Ростов, игрок команды Ростов Иван Веркин. Иван, ты сегодня остался на скамейке запасных. Как со скамейки запасных смотрелась игра? Что получалось? Что, может быть, не получалось у команды? Ну, у ребят все получалось. Просто на тренировке хорошо подготовились. И все получилось, все, что было задумано. Основная масса забитых мячей была в первом тайме. Как тебе со стороны кажется, помогал ли ветер, который был как раз именно в сторону ворот соперника в первом тайме? Ну, я думаю, помогал не ветер, а хороший настрой. Тренеры в раздевалке нас хорошо зарядили и все были готовы к игре. Спасибо. Успехов в следующих матчах. Спасибо. После матча Академии Коноплева и футбольного клуба Ростов, главный тренер Академии Коноплева Игорь Викторович Желтов. Игорь Викторович, что сегодня прежде всего не получилось в этом матче? Какие можно результаты, итоги подвести по окончанию? Да, ну, в принципе, холодный душ такой, да. Потому что, ну, Ростов, прежде всего, произошло у нас в желании, в агрессии. Ну, они больше хотели выиграть, да. То есть, не знаю, почему с стороны мальчишек какая-то недооценка произошла, команда соперника, да. И отсутствовал сегодня и характер какой-то у них, не понимаю. Будем избираться, еще раз говорю, в холодный душ. Ну, лучше один раз семь получить, чем семь раз по одному. Поэтому будем делать выводы, будем работать. Немножко философский вопрос, но, тем не менее, уже знаете результат, знаете ход игры. А что можно было бы поменять, если бы заново сейчас произошла эта игра? И можно ли об этом сейчас говорить, что можно было бы в тактике изменить, в игроках? Ну, я думаю, кроме них, самих в себя никто, я бы ничего не... Если они мне не помогут, если сами они себе не будут помогать в таких играх, ну, очень сложно дальше расти. Если они будут относиться к каждой игре с желанием, с огромным, там, самодачей бешеной, то что-то получится. А если, ну, знаете, без характера в футболе и без желания, и без самодачи, да в любом виде спорта никуда не уйдешь и не вырастишь. Спасибо. Успехов в следующих матчах. Спасибо. После матча Академии Коноплева, футбольный клуб Ростов, защитник команды Академии Коноплева, Александр Данилов. Саш, как можно прокомментировать с позиции игрока сегодняшний поединок и вот этот разгром от соперника? Мы не ожидали, что соперник с таким счетом нас переиграет. Мы все настраивались на хорошую игру, пытались биться, но что-то пошло вначале. Тайма не так, индивидуальные ошибки, и дальше команда посыпалась. Ростов нас на характер передавил. Не получилась игра. Скажи, какой-то из семи мячей, можно сказать, переломным, когда уже было трудно в себя поверить? Третий мяч, когда наш вратарь вышел, потерял позицию, ему уже было тяжело. Мы отыграли один мяч, но потом еще получили два, и было очень сложно войти в игру. Впереди много матчей. Психологически команда не сломается от такого поражения? Нет, мы будем делать выводы, настраиваться на следующую игру и доказывать, что это была случайность. Спасибо большое. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok